Уважаемые любители скорости автомобильного спорта, канал 7TV предлагает вам посмотреть за стартом второй гонки европейской серии Формулы 3, которая проходит на трассе Хоккенхайм Ринг. С полпозиции в бой отправляется Елмер Бурман. Вчера он был вторым. Вы видите, сразу посторонился этот пилот. Явно он не претендует на высокие позиции, дает возможность пилотам, которые чуть быстрее его и стартовали поодаль, прорваться вот в это узкое горлышко, в горловину первого поворота с тем, чтобы избежать столкновения. Но, тем не менее, у Бурмана было большое преимущество. Он на первом стартовом ряду сегодня стоял один. Ричард Антинучи, который должен был занять второе место на старте, припарковал свой автомобиль на траве еще на круге выезда, на прогревочном круге, поэтому не примет старта в этой гонке. Так что, как минимум, на один автомобиль меньше допущено к участию в сегодняшней гонке. Еще раз напомню, вторая гонка первого этапа Формулы 3. И сегодня в студии, в московской студии канала Семь ТВ для вас работает Сергей Беднарук и я, Оксана Козаченко. И что тут происходит, Сереж? Да, Ричард Антинучи не было на стартовой решетке. Его машина сломалась по пути на старт во время формировочного круга. А на вторую позицию после старта вырвался Себастьян Феттель, стартовавший четвертым. А сейчас мы увидели в конце пилотона небольшой завал. Ну, к сожалению, нам не показывают этот момент. А Феттель, Феттель уже прессингует лидера Бурмана. Но мне кажется, что это связано, конечно же, с гораздо большим опытом и со скоростью Себастьяна Феттеля. Он и вчера сражался очень отважно. Правда, были ошибки в первой гонке. Сейчас он пытается атаковать, но Бурман не пропускает. Елмер закрывает траекторию для Себастьяна. Мне кажется, там уже подтягиваются и пилоты из Мейнера. Вот они. Да, Феттель прошел. Бурман ошибся, но Феттель сейчас атакует... Мне кажется, что Кахея Херата уже атакует. Это Кахея Херата, который вчера выиграл гонку, но сегодня стартовал лишь восьмым, но уже похоже он на второй позиции. Это либо Кахея Херата, либо его партнер по команде Мейнер, также японец Накаджима. Нет, это четвертый номер. Все-таки мне кажется, что это третий номер, Кахея Хераты. Напомним, что вчера не очень все сложилось у Степана Гуэрьери. Он стартовал с полупозиций, но провалил старт. Сейчас вот он вместе с Кахеей Хераты. Два автомобиля, третий и четвертый номер сражаются. И тут же, кстати говоря, и восемнадцатый. Это как раз Накаджима, Кадзуки Накаджима, который вчера блестяще выглядел. Бурман обходит обратно Херата, пытается обойти. Сейчас мы... Нет, ему это не удается. Бурман будет потихоньку уступать своей позиции. Сейчас он уже откатывается на четвертое место. Это понятно, что вот эта вот система перестановки. Напомним, что по результатам первой гонки, первая восьмерка пилотов в реверсной последовательности стартует. И точно так же, напомним, перетормаживает Себастьяна Феттель, у него проблемы. Феттель ошибается и пропускает вперед поле Дереста. Мне кажется, это поле Дереста, который выходит вперед. Так что мы пока наблюдали за всеми событиями, которые проходили в команде Мейнер. Упустили поле Дереста. Он из команды АСМ Формуль 3. В прошлом году он выступал за Мейнер. И сейчас были проблемы у Себастьяна Феттеля, но он вернулся на трассу, вернулся в борьбу. Вообще довольно плотно пока держатся все пилоты. Боюсь, что сейчас здесь будет какое-то столкновение. Столкновение удалось избежать. Думаю, что это, похоже, что это был автомобиль Гийома Моро. Его несколько занесло. Автомобиль был нестабилен, но сумел поймать французский кончик свой болид. И вернуться на трассу вновь и вновь и включиться в борьбу. И Себастьян Феттель, между прочим, после вот этой небольшой проблемы вылет, уже вылет у нас. Это, кажется, кто-то из команды Сигнатюр, судя по черному цвету автомобиля. У Сигнатюр в этом сезоне 4 автомобиля. Они полностью укомплектовались. Все автомобили одинаковые у них. Если в прошлом году еще были какие-то вариации на эту тему, то теперь уже принято решение. Все выступают совершенно на одинаковых шасси Доллара. И оснащены двигателями Мерседеса. Смотрим еще раз этот момент. Был ли тут какой-то контакт? Да, это был контакт. Он боролся с Себастьяном Буйми. Да, это действительно Сигнатюр. Это Роман Грасьян. Не повезло ему и в гонке накануне. И Грасьян оказывается в граве. Да, Грасьян дебютант Евросерии Формулы 3. В прошлом году он выступал в Гран-при Макао. Но в Евросерии он дебютирует. А Себастьян Феттель пока вторым. На самом деле на него в этом сезоне огромное внимание и огромное давление. Поскольку это его уже второй сезон. И от него ждут успехов и побед. Вот эта ошибка была у Алехандра Нюниса. Пятый номер это Алехандра Нюнис. И Джеймс Джейкс, также британский пилот. Также британский, как и ряд других пилотов. Он тоже ошибся и оказался затертым, если можно так сказать. И вновь старт прошел не совсем удачно. Вот почему, к счастью, правда удалось избежать столкновений. Напомню, что первый старт с первой гонки здесь на Хокингхаме был просто удручающим. И пять кругов пилоты провели в аккомпанементе автомобиля безопасности. Сейчас, в этот раз, к счастью, все благополучно ушли в бой. Даже те, кто замер на стартовой решетке, поначалу казалось. Мне кажется, это был Петер Элкман. Именно его болид желтого цвета стоял на стартовой решетке. 18 кругов, а предстоит пройти минутам по второй гонке. Дистанция второй гонки укорочена. То есть 30 минут максимум могут находиться гонщики за рулем. Первая гонка, она длится 40 минут. Ну и очков в этой связи присуждается гораздо больше. Первая восьмерка пилотов получает очки в первой гонке. И только шесть первых финишеров в шагонщиках во второй гонке заработают очки. Причем максимальное количество шесть очков. И еще новые правила действительно ввели нас в заблуждение. А мы, соответственно, ввели заблуждение наших телезрителей. Более не присуждаются очки за полупозицию. Поэтому у Степана Гварьери нет ни одного очка. Только первая восьмерка пилотов вчера квалифицировалась. И получила и заработала очки. И так, естественно, лидер в зачете, в личном зачете сейчас Кокея Хирата. У него 10 очков. На второй позиции также японец Кадзукина Каджима. Он финишировал, напомню, вчера вторым. Сейчас на Каджима у нас на шестой позиции. Есть возможность заработать одно очко. Но Поль Диреста, тот самый Поль Диреста, который сейчас лидирует, у него шесть очков. Он был третьим. Гийом Моро пять очков. Себастьян Феттель четыре очка. Камой Кабаяши три очка. Ричард Тантинуччи не вышел сегодня на старт. У него было два очка. И Елмер Бурман одно очко. И мне кажется, сражение здесь кипит, не переставая. Буквально каждый круг происходит какие-то события на трассе. Да, Феттель по-прежнему не отпускает Поль Диреста. Но если подводить итоги вчерашней гонки, то также стоит отметить и Джулиан Теобальд. Он финишировал в Абсолюте всего 13-го. Но именно он стал победителем первой гонки в зачете трофея Евросерии Формулы Рено. Этот трофей создан для команд, которые выступают на шасси предыдущих лет, 2002-2004 годов выпуска. И в командах в этих выступают пилоты младше 22-х лет. И вот Джулиан Теобальд стал победителем и поднялся также на подиум вместе с тремя призерами первой гонки в Хакенхайме. Таких автомобилей участников трофея не очень много. Я думаю, что их шесть или семь всего. Но все равно, тем не менее, это сделано для Евросиевной Себастьяна Феттелю. Простите, Степана Гавриерия не ведет. Вновь Гавриерия за бортом. И теперь... Или это был Поль Диреста? Нет, это Гавриерия, четвертый номер. Четвертый номер, да. Поль Диреста по-прежнему продолжил. Он шел перед... А вот это у нас Поль Диреста. Это Поль Диреста. Поль Диреста лидирует... И это именно он ошибся. Да, мне просто показалось, что это четверка. На самом деле это ошибка. И Себастьян Феттель выходит вперед. Да, лидирует Феттель, Кабаеша на второй позиции. Гиом Моро сейчас третий. Гавриерия на четвертой позиции. Мы уже стараемся как можно меньше говорить про этого пилота. Пометуя вчерашнюю нашу глазливость, мы не принесли удачи. Да, вчера Гавриерия стартовала с полпозиции. Впервые в карьере пилота Евросерии Формулы-3. Но во время режима... Во время... В то время, когда на трассе находился автомобиль безопасности, он не понял своего партнера, какие хераты находившиеся впереди него. Не успел среагировать и разбил переднее антикрыло. Мне кажется, что какие-то проблемы у Себастьяна Феттеля. Он все время перетормаживает перед каждым поворотом. И сейчас буквально на заднем спойлере у него висит уже Кабаеша. И я думаю, что сейчас он попробует атаковать его. Кабаеша дебютант этой серии. Дебютант вообще Формулы-3. Вчера он провел отличную гонку. Стал лучшим дебютантом и финишил в очковой зоне на шестой позиции. А сейчас он прессингует Феттеля, для которого это уже второй год в Евросерии Формулы-3. Возможно, у Феттеля не совсем удачно отрегулированные тормоза. Мы уже видели несколько его ошибок на торможениях с дымом из-под колес. Но еще впереди 14 кругов. Многое еще может измениться. Между Феттелем и Кабаеша, вы видите, мне кажется, на первый взгляд около 3 десятых секунд, и не больше. Дальше подостал уже больше, чем на секунду Гийом Моро и Степан Гуриер. Здесь, как традиционно в шпильке, небольшой завал. Вот с такими красивыми. Это опять кто-то из Сигнатюра. Мне кажется, что это Кимбал, Чарли Кимбал. Да, Сигнатюровец. Это американский гонщик. Вообще американцы не очень любят европейские соревнования. Это удивительно. А лучший круг сейчас у кого вы думали, у Степана Гуриери. Кстати, Степан Гуриери в квалификации накануне первой гонки установил рекорд. Показал рекордное время прохождения круга, которое держало с 2004 года и принадлежало... Адриану Сутину. Мне кажется, что Джейми Грину. А, Джейми Грину. Совершенно верно. Поэтому теперь, в общем-то, понятно, почему так быстро управляется автомобилем. И Степан Гуриери вчера действительно досадная ошибка. А вот удачник по вторым номерам пол-диреста. Причем любопытно, он не покинул свой автомобиль и на эвакуаторе вместе со своим автомобилем продолжается. Может быть, произошла проблема, заблокировался руль. Он просто не смог вынуть руль. Поэтому сейчас его должны на эвакуаторе привезти в бокс. И тогда механики с ним утрули. Только после этого пилот сможет покинуть. Это очень, кстати, опасно. Но это часто такое бывает. Потому что это же очень тонкий механизм. И трудно сказать, что произошло. В любом случае, мы видим, что происходит на наших глазах. Потихоньку подбирается Гио Моро Степан Гуриери. Два пилота, которые тут на третьей и четвертой позиции соответственно. Впереди лидеры Себастьян Феттер и Кабояши. Я все время забываю, как его зовут. Надо запомнить, кому и Кабояши. В принципе, в этом сезоне часто придется японские имена нам, видимо, произносить и слушать японские гимны. Но в любом случае, Степан Гуриери не отпускает Гио Моро и попытается сейчас атаковать пилота команды Сигнатюр. Сейчас Себастьян Феттер, похоже, немного собрался с силами. Стабилизировал отрыв от Кабояши. И более уверенно идет на лучший круг у Кахи и Хирата. Победителя вчерашней гонки, стартовавшего сегодня восьмым, но сейчас он уже пятый. И мне показалось, что достаточно близко к нему подобрался сейчас и гиды в андергарде нам долго показывали. Нет, их разделяют на кеджимы. Гиды в андергарде сейчас вне очковой зоны виртуальной. Он на седьмой позиции только. Да, но помним, что в этой гонке только первые шесть гонщиков получат зачетные очки. По системе шесть, пять, четыре, три, два, один и опять Феттер. Мне кажется, вот сейчас пытается атаковать его и выходит, по-моему, выходит все-таки в лидеры сейчас Кабояши. Нет, пока нет. Но мы посмотрим перед следующим поворотом, что будет. Удаст ли Кабояши все-таки опередить? Сейчас у него скорость чуть выше. И он будет атаковать, но Феттер закрывает траекторию, занимает внутреннюю ее часть. И похоже, он грамотно достаточно смог отстоять свою позицию. Серьезная борьба нам показывает время прохождения дистанции двумя этими пилотами. Можно сравнить. Чуть быстрее был Себастьян Феттер. Он пытался оторваться, но, мне кажется, слишком он как-то активно тормозит. Может быть, в этом только проблема. Может быть, не отрегулированы тормоза. Такое бывает. Может быть, пилоту приходится все время прокачивать, что-то делать с тормозами. Возможно, это просто нервы гонщика. Может быть, но Себастьян Феттер – это человек-компьютер, как его называют. Считается, что Себастьян Феттер по своему складу, по подготовке очень похож на Михаэля Шумахера. То есть он умеет полностью собраться, и его эмоции обычно выливаются только на подиуме, когда он оказывается там. А там он оказывается довольно часто. Мы знаем это и по формуле BMW, и даже в прошлом сезоне, когда Себастьян Феттер был новичком, и он, кстати, стал по итогам года лучшим новичком, он зачастую оказывался на подиуме. Пока, правда, не на самой верхней ступеньке. Да, ему несколько раз удавалось занимать нижние ступеньки. Однажды он был даже на втором месте. Если я не ошибаюсь, это было на рейс-ринге. Я, честно говоря, не помню таких деталей. Я вижу, что какие хераты вновь. Там поезд, там поезд, там поезд, быстрые круги. 1.33987 – это очень быстро, чтобы было вам понятно. Потому что квалификационные времена. 1.347 – это время... Нет, это гоночное время. 1.333, как мы сказали, время лучше у Степана Глерьери, показанное в квалификационной сессии накануне первой мобки. А мы видим, что лидирующая группа все плотнее. Теперь это уже не два автомобиля, а подобрались к двум лидерам. Также Гьем Моро, Кокея Херата и Накаджима. И Степан Глерьери на четвертой позиции идет. Да, и Степан Глерьери. Накаджима чуть подотстал, и вот эта четверка, она уже достаточно плотно идет. Мне кажется, что Себастьян Феттель начинает несколько сдерживать пилотов. Он не пропускает Кабояши. Он не дает возможности, соответственно, и Моро, и Кокея Херата атаковать Кабояши. Потому что, ну, просто они сейчас идут медленнее, чем тот же Херата, который подтянулся к ним. Вот теперь уже этих пилотов не четыре, а даже шесть, можно сказать. Вот пять, вот Кокея Херата, по-моему, последний идет в этой группе. Да, именно он сейчас самый быстрый пилот на трассе. И он не будет церемониться, в общем-то, это известно. Да, японцы не любят церемониться, они обычно атакуют. А атаковать ему придется никого иного, как собственного напарника по команде Степана Глерьери. Он сейчас на четвертой позиции, Херата на пятой позиции. Как разместились пилоты вне вот этой вот зоны, зоны видимости? Вот сейчас, как раз, мне кажется, Херата начинает показываться уже Степана Глерьери в зеркалах заднего вида. Так вот, наверное, нас интересуют и все остальные гонщики. Кстати, вот мы так и не узнали вчера, что же стало причиной аварии, кто с кем там встретился. Да, вчера на старте был небольшой завал, заглох автомобиль Михаэля Херка, и сзади в него влетел Бруно Фехнер. Это и вызвало появление на трассе автомобиля безопасности, пока маршалы и судьи трассы убирали трассу от обломков машины. И у Бруно Фехнера, я знаю, проблемы со спиной, у него эта авария серьезно отразилась, поэтому сегодня он на старт гонки не вышел, да? Да, похоже так. Он был отправлен в медицинский центр, к счастью, ничего серьезного, но, возможно, просто общая контузия. И решили молодого пилота не испытывать тут же на следующий день и дали ему отдохнуть. А мы видим борьбу вот в этой группе. Вот они как раз сражаются, пилоты, два пилота команды Мейнер. Это Степан Гверьери сдерживает Кахей Херат, и Кахей Херат сейчас попробует атаковать, пока Гверьери красиво перекрывает траекторию. Напомню, что вчера Херат страдовал вторым, но в первом же повороте обошел своего напарника по команде Степана Гверьери и вышел вперед на первую позицию. Так что теперь он тоже пытается сделать то же самое, пытается оторваться, обойти и обойти аргентинца, выйти вперед. И, может быть, попробовать догнать своего не совсем решительного партнера по команде, который сейчас никак-никак не примет решение атаковать лидера. Я говорю про Камуи Кабояши, он сейчас второй, и пока на Себастьяна Феттель серьезного давления на самом деле не оказывает. Они, пилоты, где-то в четырех десятках, мне кажется, распределились. Чуть быстрее сейчас Камуи Кабояши, чем Себастьян Феттель. Так вот, что у нас за пределами шестерки? На седьмой позиции Гидов Андеркарты, восьмой Елмер Бурман, как вчера был восьмым, Буэми, девятый, десятый Джейкс, одиннадцатый Урбан, Александр Нюнис, двенадцатый Филипп Сологварда. Великолепный результат, он сейчас тринадцатый для Чеха, это вообще лучшее время, показанное им. Я вижу, что на старте точно так же нет и Юлии Кюн, ее вчера допустили в гонке, но сегодня она на старт не вышла, она не квалифицировалась во вчерашней гонке. Довольно большое отставание, у нее было около десяти с лишним секунд, по-моему. Да, в квалификацию она уступила временем полупозиции 10 секунд. Пока мы видим, что Херата продолжает атаковать Гурьере, между этими двумя пилотами вчера уже было столкновение, которое закончилось для Гурьере под сломанным передним антикрылом, а Херата, как выяснилось, тоже не отделался без повреждений. После финиша он признал, что задняя покрышка была слегка повреждена, тем не менее, это не помешало ему выиграть вчерашнюю гонку. И сейчас он вновь атакует своего напарника по команде Мейнер Моторспорт. Напомню, что во вчерашней коллизии пилоты стояли в противоположной последовательности, Херата был впереди. И может быть, как оценивает Степан Гурьере, Херата спровоцировал на эту ошибку Степана Гурьере, потому что он очень резко затромозил после того, как автомобиль безопасности выключил сигнальные огни и показал, что собирается заезжать на петле. Но в любом случае победители не судят, поэтому Херата 10 очков у Степана Гурьере, обладателей первого полного сезона 2006 года, нет ни одного очка. И сейчас те очки, которым планируют заработать сегодняшние гонки, а это, я понимаю, 3 очка за 4 место, пока на них активно претендует и Херата. Ну а пока в зачетной шестерке, которая принесет по итогам гонки очки, сразу трое японских гонщиков. Все три японских гонщиков. Все три, которые выступают в этом году в Евросирии Формулы 3. И стоит отметить Казуки на Каджиму, на шестом месте он идет. Это вообще его первый уикенд в Европе. Вчера он дебютировал в европейских гонках в Евросирии Формулы 3 в частности и занял великолепное второе место. Мне показалось, что смог найти какое-то взаимопонимание со своим автомобилем Себастьян Феттель. Во всяком случае, он быстрее, чем Каму и Кабояша. Их разделяют сейчас около 8 десятых. И поэтому, думаю, что после перевалила гонка за экватор. И, видимо, ну, может что-то произошло с автомобилем. Может быть какой-то там... Возможно, самому Феттелю просто удалось привыкнуть к автомобилю, если были какие-то нестабильные его поведения. Сейчас он сумел адаптироваться к ним. Потому что последние круги он не совершает ошибок. Да, и он смог чуть-чуть увеличить свой отрыв. Теперь более 8 десятых секунды. Мне кажется, несколько успокоился сейчас и Кахея Хират. И нам показывают сражение Каму и Кабояша и Гийома Моро. Речь идет о второй позиции. Вот почему Кабояша сейчас перестал давить на Себастьяна Феттеля. Ему бы удержать свое второе место. Правда, мне кажется, примерно равные дистанции между Феттелем и Кабояшей. Между Кабояшей и Гийомом Моро. А это вылет. Вылет 26 номера. Как раз Елмана Бурмана, обладатель сегодняшнего пола. Его атаковал Себастьян Буйми. И, похоже, было небольшой кон... Да, да, Буйми. Снесло автомобиль Буйми на внешнюю сторону. Буйми практически срезал поворот. Он очень глубоко зашел на поребрики. Я думаю, что его вынесло, Сережа. Его просто вынесло, да. И он не смог стабилизировать автомобиль после поворота. Ну, заработал очко и заработал право стартовать первым сегодня. Ну, как, впрочем, это и ожидалось. Он... Легко отдал свое право. Долго не смог удерживаться во главе пилотона. А вот здесь четко видно, насколько быстрее. Вот первые, как это, 7-8 пилотов. Вот видишь, они уже оторвались. Первая тройка сражается между собой. Сейчас Феттель, Кабояшей и Моро. Потом два пилота Мейнер Моторспорт никак не распределят между собой места. Кто же из них поедет четвертым, кто пятым. А потом большая-большая-большая дистанция, и все остальные находятся очень далеко. Я вам могу сказать, что, например, первую семерку пилотов, в том числе Гидов Андергарда, он седьмой, разделяет пять с десятых. Восьмой пилот, это как раз Буэми, он на восьмой позиции, он уже в 14 секундах. А дальше вообще отрывы невероятные, 26 секунд. Пилот, который идет в 19-м, он проигрывает уже почти минуту 52 секунды. Это с чем это связано? Связано ли это с тем, что ряд гонщиков, ну в частности вот и Тебасиан Феттель, Гийом Моро и Степан Гуриэль, они выступают уже не первый год в этой серии, а есть уже откровенные новички, которые даже, может быть, и не заявлены новичками, а раз попробовали себя за рулем этого автомобиля, уже не считаются руки. Здесь, видимо, это связано не только с тем, что это новички, возможно, просто у них чуть меньше, возможно, таланта, поскольку, как мы видим, даже новички могут очень успешно выступать. Пример того же Кабояша или Накаджимы. Они дебютируют в Евросерии Формулы 3. И к тому же здесь это может быть связано с подготовкой их команд. Пока мы видим явное преимущество команд, таких команд, как Мейнер, АСМ и Сигнатюр. Сереж, говорят, что автомобиль Формула 3 один из самых капризных, если не самый капризный в управлении. И здесь он в основном хорошо управляется теми гонщиками, которые имеют солидный картинговый опыт. Да, безусловно. Большинство этих пилотов пришло из картинга. И большинство из тех, кто потом поднимается выше, в том числе доходит до Формулы 1, все они имеют опыт выступления в Формуле 3. Тот же Михаил Шумахер в свое время выступал в немецком чемпионате. Но более старшие, будем так говорить, более мощные Формулы, трехтысячные, трехлитровые, три с половиной литра Формулы, они... И GP2. Да, GP2, они гораздо проще, говорят, в управлении. Говорят, что если ты прошел школу Формулы 3, то этого вот уже очень, это уже очень много, это уже очень большой плюс. Да, она очень много дает и уже пилотам гораздо легче подниматься по ступенькам гоночной иерархии дальше вверх. И вот один из выходцев из прошлого чемпионата Евросерии Формулы 3, ее победитель, Льюис Хамильтон, вчера дебютировал в более мощном классе GP2. Вчера состоялась первая гонка, и он там финишировал вторым. Это неплохой результат, но мне кажется, что для Льюиса Хамильтона ему муж, бог какой, пытался избежать столкновения. Это Алекандро Нюнис. Алекандро Нюнис, да, как всегда, раскрутила испанца, и я не заметила, кто-то пытался избежать из премы, тоже премовца. Мне кажется, это был Роне Эн Махони, он пытался избежать столкновения и потерял несколько позиций. Так вот, для Льюиса Хамильтона, мне кажется, он настолько серьезно подготовленный, и у него такой серьезный опыт, что ему легко бы удалось и быть тест-пилотом Формулы 1. Да, не исключено, что уже через пару лет мы его увидим даже в одной из команд в основном составе Формулы 1. Ну а пока на этот сезон он заявлял, что не ставит перед собой целью обязательно выиграть чемпионат, он сказал, что был бы доволен, если бы попал по его итогам в первую тройку. Вчера он стартовал в гонке вторым, на старте едва не заглох, но смог привести свою машину в движение, смог прорваться обратно, занять второе место вслед за Нельсоном Пике-младшим, сыном трехкратного чемпиона мира Формулы 1. Кстати, Нельсон Пике-младший также прошел школу Формулы 3, правда не Евросерии, а британской. Он пару лет назад выиграл британский чемпионат Формулы 3. Ну, на самом деле, традиционно, долгие годы считалось, что британская Формула 3 одна из самых сильнейших, но вот у меня создается впечатление, мы четвертый год наблюдаем за Формулой 3. Для Себастьяна Буйми как раз применено наказание проезд через Питлэйн за то, что он вытолкнул с трассы Элмана-Бурмана. Так вот, мне кажется, Евросерия очень серьезно подросла, и сейчас действительно она очень конкурентна, не говоря уже о том, что она едет, пожалуй, на лучших трассах европейских. Да, она едет на лучших трассах, и здесь, похоже, едут лучшие пилоты, поскольку ежегодно две гонки, когда встречаются пилоты двух этих серий. Евросерия Формулы 3 и британской трешки. В прошлом году в обоих этих гонках, в Зандфорте, Мальборо Мастерс гонка и в Гран-при Макао, победители пилоты, представляющие именно Евросерию Формулы 3. Ну, мы наблюдаем за европейской серией Формулы 3, еще и с той точки зрения, она нам интересна, мы прослеживаем, как готовятся будущие звезды, ведь вы уже знаете, мы много раз вам говорили, что из Формулы 3 за последние три года, за четыре, вот сейчас четвертый год, за три года, выходцы из этой серии оказываются за рулем Формулы 1. Мы уже говорили про Ричард Донбосса и про Кристиана Клина, да, два пилота являются действующими пилотами. Действующий пилот, это Ника Росберка и Кристиан Клин, несколько гонщиков являются официальными тестерами команд Формулы 1, и еще несколько гонщиков вроде Джейми Грин и Александра Маргаритиса перешли в ДТМ. Это как раз то, о чем я хотела сказать, что мы следим за ними прямо непосредственно в этом уикенде. Бруно Спенглер, Александр Маргаритис и Джейми Грин продолжают выступать в уикенде Атак ДТМ, и в прямом эфире на канале Сим ТВ сегодня вы увидите гонку ДТМ, и самое знаменательное, наверное, для нас это то, что чемпион Евросерии Формулы 3, Джейми Грин стартует с пол-позиции. Ну а пока все внимание на трассу 4, круга остается дотянуть до финиша Себастьяна Феттелю, если он желает подняться на подиум и выпить золотого шампанского, победного шампанского. За ним на второй позиции продолжает оставаться японский пилот Камуи Кабояши, на третьей позиции француз Гийом Моро, вот такой международный состав у нас на подиум претендует, при этом надо отметить, что это действительно пилоты трех разных команд лидируют. Феттель, он представляет команду АСМ, бесспорного лидера сезона 2005 года. Кабояши, Камой Кабояши, также из команды, а, две команды, Кабояши же тоже АСМ, и Гийом Моро, это команда Сигнатюр Плюс. Далее, четвертая позиция пока остается у Степана Гаверьери, он не уступает свое место напарнику по команде Мейнер Моторспорт Кахеи Хирата, Хирата пятый. На шестой позиции также японец из команды Мейнер Моторспорт Казуки Накаджима. Вот шестерка, которая может заработать очки Гида Вандергарда очень далеко, у него более секунды, секунды три, если быть точнее, то Накаджима, поэтому он пока навряд ли претендует на подиум. Здесь борьба по второй части Пелитона. Антони Яник. И Жулиан Теобаль как раз вот сражаются между собой. Да, в лидирующей группе активизировали... Так, вот мы видим ошибку. У-у, ошибка и разворот, и разворот. Ошибку японского гонщика Кабояши, и он пропускает... По-моему, одного пока пилота, Гийома Моро. Да, Моро он точно пропустил. И Гуриери он пропустил. И Хирата обошел его. И Хирата обходит Кабояши, как обидно. Так долго, вот так рассчитывал, видимо. Но это вот нервы именно, поскольку он дебютирует в Евросерии в Формулу-3, видимо, молодой гонщик не справился со своими нервами, допустил маленькую ошибку. Но группа такая плотная была, что эта маленькая ошибка сразу привела к потере сразу трех позиций. На второе место теперь вышел Гийом Моро, за ним идет Эстабан Гурири и Хирата. И потом три японца. И потом три японца. Такие Кахе и Хирата, Камуша Кабояки и Кадзуэ на Каджима. В связке поворотов Мерседес Айена допустил ошибку, едва не потерял машину. Мы видим поздно, он затормозил, переднее колесо заблокировалось. Да нет, не заблокировалось ничего, все колеса у него работают. Он соскочил на внешнюю бровку. Мне кажется, он просто соскользнул, очень высока скорость была. Чуть позже пытался затормозить здесь. Итак, смотрим обновленную таблицу. После 16 кругов Себастьян Фетер сохраняет лидерство Гийом Моро, второй позиции Степан Гурири, теперь третий. Потом три японца. Это припаркованный 21-й автомобиль Тима Цандлера. Его пытаются вытолкнуть, он застрял в граве. Здесь очень близко к очень маленькой зоне безопасности, поэтому можем сейчас попробовать его оттолкать. Пока остается два круга. Хочу вам напомнить, что помимо личного зачета в европейской серии Формулы 3 существует второй по значимости зачет. Зачет новичков. Так вот, этот самый Руки Капакава выигрывает Джоао Урбано, у него 10 очков. Тим Цандлер, которого мы сейчас видели, он уже покинул дистанцию, не сможет заработать очков. Он второй на восьмой позиции. В трофеях, так называемый, вот этот самый Джулиан Теобаль, так сложно выговаривается это имя. Немецкий пилот из команды Зейфорд. Мы привыкли эту команду видеть в кубке Порше Каррера. Он лидирует, 10 очков у него. Мы видим повтор, как подпрыгнула на пореблике машина 21-го номера Цандлера. Да, да, да. И, по сути, наверное, он повредил подвеску, скорее всего, потому что очень болезненный прыжок. Он предпочел, да, съехать, но... И он увязг гравий потом просто. Да, он не смог оттормозиться на асфальте и попал в узкую гравийную зону. А, нет, ну все нормально здесь. Да, это произошло в последнем повороте Зюткюре, перед выходом на прямой старт-финиш. Джулиан Теобаль, лидирует в зачете в трофее Мара, в трофее, в специальном зачете, который вводится для автомобилей более старых. Антони Яник на второй позиции. Среди команд лучше оказывается Мейнер Моторспорт, у него 18 очков, у АСМ пока 10 очков. Сейчас есть все возможности у АСМа в связи с победой, возможной победой Себастьяна Феттеля через один круг подняться, подтянуться к Мейнеру. И в зачете национальном, естественно, лидируют японцы, у них 18 очков против 7 у британцев. Итак, на последний круг уходят гонщики, лидирует Себастьян Феттель, на хвосте у него буквально Гиом Моро, черный болит. И Степан Гуирьер, я уж не знаю, будет ли он сейчас рисковать, мне кажется, рисковать будет Гиом Моро. Здесь в шпильке Гиом Моро подобрался очень близко к Себастьяну Феттель и попробует атаковать. Два этих новичка в прошлом сезоне сражались за титул лучших и порой Гиом Моро был лучшим. Во всяком случае, у Гиом Моро была победа, а у Себастьяна Феттеля победы еще не было. Можно было бы, конечно, поделиться, но Гиом Моро явно не настроен на это. Шесть десяток разделяют двух пилотов сейчас. Правильно сделал Степан Гуирьер, решил не вмешиваться, это первые пари дуэлянтов, разобраться между собой и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, кстати, он выйдет победителем, но остается совсем мало времени. Да, пилоты уже на стадионе, последний поворот, и если никакой ошибки допущено не будет, то, судя по всему, такой порядок и сохранится. Феттель, Моро и Гуирьер. Да, Феттель отрывается, Моро предпочитает не атаковать, чтобы уже уверенно финишировать хотя бы на второй позиции, заработать очки. Итак, ключи-то флаг уже готов. И Себастьян Феттель финиширует первым. Вторая позиция у Гиома Моро, третий, Степан Гуирьер. На четвертой позиции гонку заканчивает вчерашний триумфатор Кагей Хираты. Пятой, пятым гонку завершает Каму и Кабояши. И шестое, единственное очко, достается Казуке Накаджима. Итак, три японца зарабатывают очки. Феноменальный результат. Вновь, как в предыдущей гонке, вчера вновь три японца в очковой зоне. Правда, ни одного теперь на подиуме. Вчера их было двое. Ну а Себастьян Феттель по традиции очень эмоционально празднует победу. Его первую победу в Евросерии Формулы 3. Вот он на ваших экранах. Будущая звезда. Традиционно это связано с тем, что два года назад Себастьян Феттель стал обладателем титула чемпиона Формулы BMW. И тогда 18 побед из 20 было на счету Себастьяна Феттеля. Поэтому, может быть, положен счет новым победам в уже более серьезной, более взрослой, если вы мне позволите такое слово, серии Формулы 3. Это действительно уже серьезно. Итак, Себастьян Феттель. Кстати, мы заговорили о зачете нац. Так вот, самое большое представительство именно у немцев. И Себастьян Феттель, естественно, немец. Он просто, Михаил Шумахер, его кумир, он повторяет все жесты Михаиля Шумахера. Может быть, особенно... Посмотрим, будет ли он прыгать на подиуме. Да. Особенно, когда Михаил Шумахер будет помоложе. Вот он двумя руками действительно приветствовал. Это большой эмоциональный всплеск. Пилот совсем молодой. Да, ему 19 лет, по-моему. Ему, по-моему, уже исполнилось 20. И вот его первая победа в Евросерии Формулы 3. Вчера гонка для него сложилась не очень удачно. Многие от него ждали успешного выступления. Но как-то и в квалификации не сложилось. И в гонке он финишировал лишь пятым. Но сегодня блестящий старт. Он сумел воспользоваться тем, что перед ним была пустота. Из-за того, что Ричард Антинуччи не смог доехать до своей стартовой позиции. Прекрасно принял старт. Обогнал... Обогнал... Весьма корректная была борьба. Феттель не пришлось активно защищаться. Хотя мы знаем, что делать это он умеет довольно агрессивно. При этом Феттель по ходу гонки, не будем забывать, все-таки допустил несколько помарок. Несколько раз он очень серьезно перетормаживал. Но каким-то чудом ему удалось все-таки отстоять свое лидерство. Несмотря на то, что соперники были прямо у него за спиной. Ну что же, посмотрим, превратится ли вот этот вот аванс, единичка на борту его автомобиля в действительно первые места по ходу гонок. Пока только вторая гонка. В первой, напомним, накануне победу праздновал Кахея Хирата. У Хирата 10 очков. У Себастьяна Феттеля 14 очков. Благодаря его сегодняшней победе... Нет, у него 10 очков, поскольку за победу в этой гонке дается всего 6. А, 6, да-да-да, я виновата. Значит, они совершенно одинаковые... Нет, а Хирата тоже набрал сегодня очки. Он у нас набрал 3 очка. Да, соответственно, Хирата продолжает лидировать в чемпионате с 13 очками. Хирата у нас сегодня финишировал 4-м и 3 очка. Мы пока вот эту новую систему не очень тоже освоились. Но мы скажем, что сегодняшняя гонка прошла чуть-чуть спокойнее. Может быть, это связано с тем, что меньше было напряжения, гонка была несколько короче. И вы видите всех квалифицированных... Да, и стоит отметить 18-е место Джулина Теобальда. Вновь именно он выигрывает трофей Евросерии Формулы 3. Он опередил Антони Яника, который также выступает в этом зачете. И Чимела Чипу. Да, и Джулиану Теобальду предоставится возможность подняться на подиум. У Гио Мумаро и Себастьяна Феттери по 10 очков. Они делят между собой 2-е и 3-е места. Казукина Каджима 9 очков. Он 4-й. Поль Ди Реста 6 очков. Так и остается он 5-й. Степан Куэрьери 5 очков разом зарабатывает. Так же, как и Каму и Кабояше. Да, японцы в обоих заездах первого этапа на Хоккенхайм-ринге все втроем смогли заработать очки и даже выиграть одну из гонок. А вот это Себастьян Феттер. Пока он не знает, что ему делать, никак не поймет. Ему дали кепку, шлем он еще не снял. Видимо, подходит туда куда-то к команде. Что-то очень быстро сказать. Вы знаете, что автомобили лидеров загоняются в отдельную специальную зону. А все остальные автомобили должны пройти технический контроль в закрытом парке. Он располагается в несколько другом месте, чем то место, где устанавливаются три автомобиля победителя в этой гонке. Возможно, конечно, делать дисквалификации. Мы это видели с вами. В прошлом году была одна дисквалификация. У Льюиса Хаммельта в СПА Франкаршами отняли победу из-за того, что диффузор был немножко больше размером, чем это получилось. Причем это наоборот, как выяснилось, уменьшало его возможности. И причем это было не только у него одного, а, по-моему, целых... Семи человек. Семи человек, да. Семь пилотов дисквалифицировали в том году. Но мы надеемся, что многие учились, сделали вывод, что судейство, несмотря на то, что серия считается молодежной, здесь очень строгое, очень серьезное. И даже за нарушение вы видели, что сегодня, впервые, кстати, в этом сезоне было применено наказание проезд через Пит-Лейн за хулиганство. Да, Себастьян Буэми его получил. Был он наказан, он проезжал через Пит-Лейн. А если говорить о наказаниях, то вчера был также по итогам гонки добавлено 30 секунд штрафа для 18-го номера, для 21-го, извините, номера Тима Цантлера, так как он весьма неосторожно обошелся с Эстебаном Гуирьери. Просто как в картинге прокатном выпихнул его с трассы, подтолкнув сзади. Ну вот, Гуирьери мы помним после того, как потерял пол позицию свою, после того, как наехал на Кахея Хирата, это была его ошибка. Ну, это можно размышлять. А после этого он пытался защищаться и все-таки держался на восьмой позиции, рассчитывая завоевать второй пол таким вот образом. Но ничего не удалось, он оказался за бортом, не был квалифицирован. Да, он финишировал, все-таки сумел доехать до финиша, но лишь в четырнадцатом не получил пачку. Не в очковой зоне, да. Но сегодня он смог с этой позиции прорваться на четвертое место и получить свои первые очки в этом сезоне. Что неплохо. Мы ждем подиума, а здесь на трассе Хоккенхайм Ринг нарастает эмоциональная, если можно так сказать, обстановка. Вы видите, что трибуны заполняются и в течение часа, который остается до старта полутора, который остается до старта главного события этого уикенда, гонки ДТМ, соберется огромное количество зрителей. Здесь на Хоккенхайме начало сезона придут отметить около шестидесяти тысяч поклонников автомобильного спорта, поклонников Дойче Туренваген Мастер Шафт, поклонников великих имен. Вы видите, Ники Лаудо, не со своим сыном Маттиасом, который сегодня дебютирует в кузовной гонках в серии ДТМ. Мы видим трехкратный чемпион мира, Ники Лаудо. И все непросто. Если Ники Лаудо в комбинезоне, это означает, что сегодня он как минимум показательные заезды, видимо, вот в этой шоу-программе, которая обычно бывает. Кстати, любопытная история связана с тем, как его сын начал выступать в гонках. Очень поздно начал. Четыре года он всего занимается автомобилем спорта. Да, он уже после 20 лет начал только выступать, потому что вначале отец Ники Лаудо настаивал на том, чтобы в первую очередь его сын получил высшее образование. Но после того, как была организована промо-акция, где Ники Лаудо прокатил своих сыновей на двухместном Макларене... Двух сыновей, да, папа. Да, да, Маттиас буквально заболел этим, уговорил отца дать ему, так сказать, средства и возможности выступать в гонках. А его брат, также, который катался тогда на Макларене, он является менеджером своего родственника. Поэтому семейный подряд в чистом виде. В чистом виде. Вот сейчас он предлагает, Маттиас предлагает папе присесть за руль. Вот шлем мы видим. Непонятно только, за какой руль будет садиться Ники Лаудо. Может быть, демонстрационная большая программа. Так называемая гоночная такси. Здесь есть гоночный такси. Мне кажется, в данной ситуации водителем окажется Маттиас, а Ники Лаудо будет пассажиром у своего собственного сына. Может быть, это не совсем честно, потому что Ники Лаудо подскажет какие-то секретные ходы. Да, Ники Лаудо может подсказать наверняка своему сыну правильные траектории. А вот и Себастьян Фетель посмотрим. Ну, смотрим, прыжок будет. Нет, он не решился, может быть, забыл просто об этом, но эмоции на лице. Итак, напоминаем, Себастьян Фетель, Гейом Моро и Степан Гуирьери. И немецкий гимн сейчас будет звучать на Тахокенхаймах, Германии. И мы напомним, что вновь стоит обладатель трофея. Да. Откровенная радость выражается на лице Себастьяна Фетель. Мы поздравляем ее с первой победой в европейской серии «Формула-3». Так складывался сезон. Сейчас на втором месте находится Себастьян Фетель. Он получает призы. Вторую позицию, на втором месте в общем зачете. Вторую позицию в сегодняшней гонке завоевал французский гонщик Гейом Моро, команда «Сигнатюр плюс». Ну и третье место у «Мейнер Моторспорт». Вот, собственно, все три команды представлены на подиуме. АСМ, «Сигнатюр» и «Мейнер Моторспорт». Это была вторая гонка сезона 2006 года. Европейская серия «Формула-3». Она проходила на трассе «Хокенхайм-ринг». Но наш гоночный уикенд на канале Семь ТВ продолжается. Сейчас небольшая пауза. После этого мы с вами отправимся в Стамбул, где проходит первая гонка серии «Ле-Ман». И огромное количество событий за время нашего отсутствия там уже произошло. Александр Кабановский и Александр Каминский расскажут нам о том, что там было. Ну а пока я благодарю своего напарника Сергея Беднарука. Сегодня он работал для вас и рассказал вам много полезного. Вместе с Оксаной Косаченко. До свидания. До свидания.